здравствуйте друзья я знаю что многие люди на ютюбе может быть даже у нас на канале они очень активно реагируют и начинают смотреть всякий негатив вот как скажешь кошмар там наводнение взрыв пожар ну я не знаю там что еще бывает война там не дай бог в общем плохо вот тут сразу у тебя удваиваются утраивается количество зрителей на этом видео я потом вот расскажу о кошмаре который с нами приключился вчера буквально вчера мы приехали были дела всякие мы приехали из санта-круз пораньше обычно мы в понедельник приезжаем а тут мы приехали воскресенье и приехали все никого не трогаем у меня камера на камере там сколько-то сюжетов я наговорил по дороге по хайвэ когда ехали значит я обычно светлана зачитывает вопросы на них отвечаю и так у меня там много пилой сколько-то файлов а мы еще знаете что мы еще пока ехали подъезжали к дому на несколько open house зашли вот сейчас они висят уже я сегодня утром повесил видео как раз время такое было что open house это обычно где-то с часу 30 до 4 30 вот мы как раз в это время ехали и заехали я знаю что у нас ребята любят смотреть на дома которые продаются что почем в общем также все ничего ничто не предвещало так скажем осложнений в этой жизни пришли мы домой я сел к компьютеру подключил камеру компьютеру и смотрю там сколько-то в этом мегабайт там гигабайт набралось вот я их так потихонечку перекачиваю на компьютер чтобы сделать видео и вдруг посреди этого всего благолепия все такое кряк-пряк электричество отключили я думаю может вышибла какой-то предохранитель выхожу на улицу у нас там висит коробочка так а чем-то еще это с внешней стороны так дома там где подходят линии электропередач значит я выхожу на улицу открываем коробочку смотрю вроде все предохранители на месте в это время значит появляются соседи там из четырех пяти окрестных домов тоже идут к своим щиткам в общем у всех оказывается отключили мы звоним в электрическую компанию называется пиджи н н и это пэсифик газ энд электрик компанией звоним и в этот пиджи не такой местный монополист и говорим так мало так там очень на из девушка отвечает и говорит где вы проживаете господа мы по такому-то адресу она говорит одну секундочку и возвращается это же очень на из говорит да 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 мы в курсе значит у вас там произошла какая-то отключка в результате которой значит задействованы 131 дом не только вы так что ведь вы совершенно это самое не переживайте там там что-то будет такой смешной момент значит она объясняет детали и говорит у вас все отключилось или только частично отключилась жена говорит все отключилось вообще все отключился на фантастика битана выгод подойдите сейчас узнаю вот этот фантастик по поводу того что все отключил тоже было забавно короче возвращается и говорит но мы ожидаем что к 9 часам вечера все будет готово ну ладно к 9 ладно потому что альтернатива какая альтернатива поехать обратно в санта-круз и там заночевать это там 45 минут езды в одну сторону что не бог весть там как сложно но все-таки значит если в 9 так чё ж нормально но тут в 9 они нам говорят присылают по эсэмэску это все культурно происходит эсэмэску присылают что уже не в девять и в одиннадцать в одиннадцать присылают эсэмэску что не в одиннадцать а в четыре утра и в четыре утра так таки действительно значит подключили я могу сказать то что свет зажегся мы были вынуждены нос после проснулись пошли там выключать цвет всюду по домам присматривать но просто дать как когда у тебя холодильник это морозилка и когда у тебя может оттаять чего-нибудь и в общем вот такое ну и кроме того когда света в доме нет знаете вот какой кошмар значит пришли друзья к нам а у нас света нет но мы так показали еще было относительно светло мы поели потому что они принесли с собой из магазина горячую курицу вот так что нам в общем удалось покушать а дальше вот что делать но пошли гулять по улицам темным такая вот такие кошмары ну с этим капиалистической жизни и вроде как мы в такой местности полусельской живем знаете иногда вот эта полусельскость она вот в таких интересных вещах проявляются а то бывает о кошмарах бывает затопит чем но не у нас вот тут затопит а вот есть какие-то места где если очень сильные дожди тут а может немножко затопить какие-то ручьи там из берега выйдут а там какая-то подстанция и вот если тут подстанцию затопит то тогда многие останутся без света вот я не могу сказать что часто так бывает но что-нибудь так раз в несколько лет такого плана вещи приключаются вот так возьмут отключить на несколько часов это бывает так чтобы там скажем неделю не было света или там горячей воды или там горячей водой вообще горячей водой всегда поскольку она у себя дома там более стоит он ее делает так что в некотором смысле кошмаров может быть не так много как могло бы быть так что вот вот такой рассказ о кошмарной жизни счастливо